Ребята, здравствуйте! С вами Алексей, добро пожаловать на новенькое видео из рубрики Первый Взгляд. Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на крайнюю увлекательную стратегию под названием Transport Fever 2. В общем-то, кто не знает вообще, что это за игра такая, это стратегия, в которой мы с вами развиваем не только как бы город, да, мы, естественно, их отстраиваем, там, занимаемся всякими видами промышленности, в общем, мы еще и развиваем транспорт. То есть, вот на картинке он представлен полностью весь сразу, то есть, это и водный транспорт, это и автомобильный транспорт, и железные дороги, и плюс ко всему еще и самолеты. Единственное, только, наверное, что в космос не отправляем корабли, и там уже не баражируем просторы бескрайней вселенной. В общем, ребятки, давайте посмотрим, что это вообще такое. Я с Transport Fever не знаком от слова совсем, я в нее раньше не играл вообще, поэтому как-то сравнить и рассказать вам, чем конкретно отличается вторая часть от первой я, к сожалению, не смогу. Немножко так я чуть-чуть, буквально чуть-чуть, совсем чуть-чуть поиграл, просто чтобы понять, куда нажимать вообще, что вообще в игре как управление устроено, а дальше по сюжету не углублялся, поэтому для меня это будет таким небольшим секретом. Вижу тут прямо посередине у нас в меню огромная кнопка Steam Workshop, это значит то, что здесь он поддерживается, и, соответственно, всякие модельки, я так думаю, кораблей, машинок, поездов, самолетов, может быть, там какие-нибудь города кто-то будет реальные создавать один к одному, и потом загружать их, чтобы все остальные люди ими пользовались. Не знаю, как это будет реализовано, посмотрим. Итак, смотрю, тут даже есть редактор карт, ничего себе, можно, кстати, покатать в свободную игру, и вот он, кстати, этот самый Сид, да, про который мы с вами говорили в игре Long Drive, то есть, в принципе, здесь реально можно набрать абсолютно какой хочешь код, и это все вот будет у нас генерироваться, то есть он каждый раз у нас будет разный, но всегда у нас будет река, то есть, как я понимаю, это одно вот из таких самых главных, как в жизни, да, то есть любой практически город на какой-нибудь до речушки стоит. Мне, в общем-то, здесь мы также выбираем холмистость, то есть, чем у нас, естественно, она выше, тем сложнее, весьма сложнее все это будет построить, соответственно, воду, как я понимаю, можно вообще, кстати, полностью убрать, то есть это прям максимальный будет уровень хардкора, ну и, соответственно, можно все это еще и залесить, так скажем, плюс ко всему можно выбрать еще, смотрите, сухой какой-то климат, и можно вообще выбрать тропики, где вот прям конкретно будет веселуха. Так, ну, мы пойдем по пути компании, наверное. А что, я что-то другое не могу выбрать, да, то есть, получается, только первая часть, шесть заданий, ну окей, поехали. Угу. 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 То есть, мы теперь, типа, как бы в Америке, как я понимаю, шестое задание в первой главе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, то есть, одно типа из заданий, оно будет у нас в России, вот это прям интересно вообще. На самом деле, я вот еще не знаю, как бы здесь, в зависимости, наверное, от каждой страны будет ездить свой транспорт. Вроде как я это где-то слышал, но не знаю, так это на самом деле или нет. ладно начинаем задание золотая лихора лихорадка посмотрим посмотрим что вообще нужно делать по всей видимости какие-то надо строить нам эти шахты наверно какие-то на думаю да сейчас посмотрим объяснят именно я надеюсь обучение тут в принципе будет такое весьма толковая но загрузка долгая welcome to uncharted territory 20 fps нормально вот это нихера себе муля прикольно вообще смотрите домишки то офигеть как все классно выглядит как будто я не знаю это прям какая-то игра от первого лица охренеть насколько все детализировано я вообще в шоке просто короче я понял так у нас есть и пойдет обучение по камере типа приблизить камеру ну давайте рассмотрим как тут вообще все выглядит слушайте ну города так офигенно сделаны вообще вы просто посмотрите на дома насколько они круто все придуманы и у мою она это весь наш мир как я понимаю я издэ у нас также камеру перемещает поворачивать через цвету на надо да слушайте вообще прикольно так у нас здесь она да я нашел поиск шахты вот она так бревна построить что делать то надо вам не покажите она сюда дорога постройки а с позднее какое-то зажигание короче у игры я уже сам нашел куда мне надо тыкать проложите маршрут от новой остановки к старой остановке около шахты а ну то есть да вот мы сейчас типа как раз прокладываем вот эти вот все маршруты как я понимаю создать новый маршрут в подсвеченном окне сюда новый маршрут щелкните по станциям чтобы добавить линия 1 можно и кстати переименовать давайте напишем для повозок допустим да чтобы мы не запутались станция вот так наверно это надо не совсем я понимаю а вот она добавилась и 2 у нас где-то здесь она находится так теперь нужно сделать небольшую стоянку здесь могут парковаться и повозки с лошадьми построить стенку в подсвеченной области так но в принципе с этим редактором мы закрываемся он нам больше не нужен так постройки наверно здесь же у нас расположены вот она стоянка так ну где-то вот тут мы и шо а вот купить транспортные средства гужевая повозка тип груза люди а нам нужно грузовая вот ее одну как раз таки покупаем значит и повозки маршрут так а потом куда нажимать задать маршрут для повозок так мы теперь нам нужно дождаться пока она доедет до шахты тут в принципе справа снизу да вот есть как симсах было типа пауза там быстрее 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 еще быстрее игра на паузе поменяйте скорость игры чтобы начать симуляцию ну-ка play нажимаем поехали давайте посмотрим как она вообще откуда она у вас ли реально едет можно посоветит от первого лица вот смотри от первого лица можно глядеть ничего себе еще типа свободная камера прям такая среда в натуре едет штемп такой тут ползет на ней только никаких поводков нету как бы на все поворачивает смотрите нихера себе вот это детализация конечно это типа не щас загружаются ну не видно конечно что они загрузились но в офигеть я в шоке вообще анимации конечно весьма топорные у лошадок но в целом очень даже порядочно выглядит вообще в целом мир то неплохо выглядит ребята посмотрите то есть капец просто какой-то и смотрите пешеходы они вот прям все в такой одежде там по 1800 какие-то года да а фонарей вообще он еще одна такая же едет ни о каком асфальте тут типа речи не шло наверно в то время отель какой-то вот еще кто-то здесь едет на лошадке обалдеть вот это да недооценивал я раньше эту стратегию продажи везде какая-то чего-то идет смотрите люди прям даже через дорогу переходят я вообще в шоке ребят честно признаться я не ожидал что настолько это все может быть стратегии уж точно и просто посмотрите вокруг насколько огромные горы какие-то здесь заводы дымят обалдеть так а как выйти отсюда но она в принципе уже приехала то есть мы так небольшой обзорную экскурсию с вами сделали мне интересно сейчас с нее типа брок бревна сгрузит они где-то здесь появится или нет или это как все уже типа не то совсем ну-ка ускорим их четыре раза у по а а а а и а и и и и а и Новые «Гринхорны» постоянно перестанутся в Вирджиния-сити, которым ты можешь подпадать в эту скучную петлю для хорошего денег. Так что, ты убегаешься из-за сильного монтажа. Время, чтобы инвестировать этот монтаж в успех. И есть отличная возможность. Все овощи из монтажа должны быть транспортированы к серверам, внизу по рекламу. Редактор, который поднимет транспорт, будет предполагающим конкурсом. С транспортом они ознакомили. То есть, если на будущее запомнить, нам нужно одно, что для любого транспорта, который будет ездить по дорогам, нам, соответственно, нужно будет создавать вот эти самые маршруты, создавать депо, из которого они будут выезжать. И, соответственно, просто добавлять либо промежуточные, либо конечные точки маршрута, и они там будут курсировать. Окей, это я понял. Теперь нам надо построить грузовую станцию. Железнодорожная депо, конечная грузовая станция. Вот это, наверное, да? Так, и в подсвеченной области. То есть, вот здесь нам это все надо сделать. А как ее повернуть? Какие кнопки надо? А, вот кнопки N и M надо, ребят, нажимать. Кто, если будет играть, наверняка вам эта инфа пригодится. Но вот что-то как-то не совпадает. А, длина 120 метров нужна. Я вас понял, босс. Окей. Так, а что она у меня тут не совпадает, что ли? И что? О, нет, все правильно. Все построил? Угу. Ну-ка. Сейчас мы на железочку посмотрим. Нет, я просто хочу на нее посмотреть. Я не хочу что-то с ней делать. Можно мне просто посмотреть на нее? Спасибо. Ну, так-то она неплохо выглядит. Слушайте, камушки прям даже в 3D здесь посмотрите. Это неплохо. Ну, это понятно, что это текстура, но они все 3D-шные. А, фонарей. И вообще даже животные какие-то дикие вон там ходят. Так, железнодорожные пути. Где нам их нужно делать? Вот здесь, как я понимаю? Или нет? Да нет, тут все готово. Железнодорожные пути нужно подводить к станциям депо. Ну-ка. Пути. И куда их строить-то надо? А, вот, 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 вот эти метки, друзья. Так, а тут у нас, я смотрю, тоннель какой-то прям даже есть, да? Точнее, нам его надо будет сделать. А, то есть у нас, смотрите, есть выбор. Либо создать тоннель, либо сделать разрез вот этот вот в скале, допустим, да? Разобрать полностью скалу. Либо сделать тоннель. Но, вообще, по деньгам надо смотреть. То есть, естественно, чтобы раскопать скалу, мы потратим практически 300 тысяч долларов, да? А здесь всего лишь 140. Ха, интересно, слушайте. Ха-ха-ха. Реально тоннель построился. Офигеть, вообще. Так, а здесь что? Здесь вот так, да? Окей, ну это как бы понятно все встало. Так, теперь вот эту часть нам надо соединить и вот эту. Но здесь, по всей видимости, надо строить мост напрямую. Давайте прокинем. А в чем разница? А, то есть здесь, короче, на насыпи можно поставить. Это будет, ну, грубо говоря, 450 тысяч стоить. Либо сделать мост. Это уже будет 700 тысяч. Но насыпь, как бы, есть, конечно, шанс того, что она там со временем что-то с ней типа станет. А мост это, вроде бы, как такое, знаете, долговечное вложение. Давайте построим мост. Так, ну ясно, в принципе, такое обучение, вроде дружелюбное. Так, проложите железнодорожный маршрут, по которому руду можно будет доставить в долину. Проложите новый маршрут от новой станции. То есть, соответственно, отсюда к грузовой станции около предприятия. То есть, соответственно, в этот город. Так, окей. Давайте будем вспоминать, где у нас, что вообще там делается. Маршруты, по-моему, здесь. Новый маршрут. Давайте назовем для поездов. Ну, напишем так, к примеру, допустим. Да, окей. Так, новый маршрут. Добавляем мы, соответственно, вот эту. Ой, нет, подожди. Нет, нет, нет. Щелкните по станциям, чтобы добавить. Я, наверное, слишком высоко сделал это, да? Добавить станцию. А, вот. Первая готова. Тут куча всяких каких-то окон дополнительных. Так, и вторая у нас должна быть вот эта станция. Ммм. 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 Так, что? На любой приличной железнодороге нужно достроенное депо. Подсвеченной области нужно поставить депо. Так, ну да, наверное, сюда. Потом сюда. Вот железнодорожное депо. О. И чё? Ну, давайте, допустим, мы его поставим вот таким образом. Ммм. Ммм. Соедините депо с железнодорожными путями. Чтобы депо можно было соединить со станцией, железнодорожные пути должны примыкать друг к другу. А не пересекаться. А, ага. А, ну типа стрелки, короче, вся история вот эта, да, имеется ввиду? Так, не сюда. Сюда, наверное. О. И. Наверное, вот так? Как бы. О. Так, теперь нам нужно купить поезд. Купить транспортные средства. Два. А, ну дизель, электрики и прочего тут, конечно же, нет. Только, короче, паровой, да, добавить. Так, и что нам там ещё надо? Три грузовых вагона. Так, вагоны, груз. Вот они. Количество. Раз, два, три. Три. Так, и что? Ну, наверное, так. Поезд. Ну, он стоит, как бы, но что-то один вагон у меня почему-то закупился. А, ну тут, смотрите, цвет даже, короче, можно менять. Там, грубо говоря, да. Прикольно это, конечно, всё. Два. Добавить. Не понимаю, что делаю. Так, ну они у меня сейчас... Менедж. Как бы мне его, допустим, взять и перенаправить к другому локомотиву. Я, короче, по-моему, что-то сделал неправильно, ребята. Что-то мне так кажется. Планировать. Продать. Задать маршрут. Так, давайте ещё раз. Давайте мы их продадим. И вот это мы продадим. Мы сейчас попробуем собрать, короче, их по новой. Так, купить транспортные средства. Пар. Окей. Давайте цвет выберем ему... Не, ну красный ни о чём. Давайте выберем зелёный. Ну тоже ни о чём. Ладно, нет, чёрный есть. Такой, наверное, как-то будет нормально. Так. Что делать-то? Добавить. Вот. Дальше мы идём сюда. Выбираем, допустим, красные вагоны. В количестве трёх штук. И также, наверное, мы нажимаем добавить. 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 А, вот оно как всё делается. То есть здесь количество у нас не указывается, как я понимаю. Иначе бы мы три состава сейчас купили. А, всё. Короче, выбираем сначала поезд. Ну, локомотив. Потом добавляем вагоны. И у нас формируется сразу состав. Как я понимаю. Вот эти вагоны можно местами сейчас передвигать туда-сюда. И мы этот состав покупаем. Вот. 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 Теперь нам нужно назначить поезд на этот маршрут. То есть, соответственно, мы отсюда выходим. Заходим сюда. Ммм. 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 Мы сюда не заходим. Мы заходим вот сюда. Нажимаем вот сюда. Поезд 1. Потом вот сюда. Для поездов. Ё-моё. Как сложно-то это всё, а? Подождитесь, пока поезд перерезёт серебряную руду на переработку. Он коптит, 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 коптит. Едет, едет, едет. Дааа. С вагончиками ползёт. Так. Где, 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 где камера-то? Подожди. Вот она. Смотри, какой, а? Офигеть. Блин, так прикольно, когда что-то сделаешь, оно работает. С вагончиками с такими прям. Чувак там даже машинист такой стоит. Офигеть. Дырчик такой едет. В город. Обалдеть вообще. Блин, прикольно, на самом деле, когда действительно что-то сделаешь, и это работает. Так, ну давайте попробуем его, чтобы он по-быстрому доедет. Поехал. Тут, конечно, только никакого разворотного кольца, либо чего-то такого нет. То есть, как бы он, скорее всего, просто переставится автоматом на эту сторону, как я понимаю. Загрузился. Ну, правда, один вагон он что-то загрузил, я смотрю. И всё на этом. То есть, больше он вагонов никаких, видимо, не решился загружать. Так. Ну ладно. 10 тысяч долларов у нас списалось. То есть, это за что? За работу, наверное, за всё это. Всё. Так, ну-ка. Сейчас мы с вами посмотрим. Сейчас мы с вами посмотрим. Да. Первый трейнер управляет по линию. Люди управляют все. Чтобы подчинять. Попробуем. Попробуем. Ну-ка. Попробуем. 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 Вау. Красиво-то как. Блин, красиво. Вот, давай. Попробуем. Да-а. Прикольно-прикольно. Слушать прикольно. Так, ну-ка давайте. Сейчас мы его быстренько догоним. Да, это и бонусное задание завершено. Приятной поездки. Спасибо Мне прям даже интересно, что дальше будет Неужто ли нас сейчас заставят строить Какие-то верфи Либо причалы какие-то Сейчас мы подождем Пока он домчится сюда, этот дырчик То есть вы представляете, вот это все Надо простраивать, продумывать Выставлять И пассажиров туда-сюда же Опять же можно из этих разных городков перевозить Офигеть Я в шоке вообще на самом деле, ребят Насколько Глубоко это все продумано Нет, у меня просто в голове это не укладывается Так, вот он, наш поезд ползет Ставим на единичку Ну что-то он один вагон всего лишь привез Угу Что за землепользование? Что делать надо? Я не знаю, что это такое Какие-то землепользования, что это такое Я не знаю Городские дома Распределены по трем Видом зеленой пользы А, вот сюда нам надо нажать Потом вот сюда Постройки автобусной остановки В каждой подсвеченной области В городе А, то есть Сейчас мы, как я понимаю Типа будем налаживать Уже непосредственно Автобусное движение Насколько я понимаю Так, ну вот они у нас идут Автобусные остановки Постройки, остановки Так Ну, по две В принципе, наверное Будем строить, да? Наверное, мы ее сделаем Вот здесь То есть здесь же у нас Типа такой пешеходный переход Ну давайте где-нибудь Вот в этом, наверное Месте мы поставим одну В этом месте Мы вот поставим Допустим, другую Так, окей С этим мы разобрались Давайте сделаем Где-нибудь ее вот тут А вторую Где-нибудь вот тут Отлично Потом где-нибудь, наверное Вот здесь мы ее сделаем А эту Вот в этом месте Мы сделаем Так, потом у нас Она будет вот здесь Вот здесь Это где-нибудь Вот здесь И вот здесь Ну и, наверное, все Но хотя нет, скорее всего Потому что у меня что-то еще Они просят Ну ладно, ребят Наверное, с этим я уже потом Буду разбираться Непосредственно После того, как буду В общем-то Ну, заниматься Непосредственно Изучением игры Она как бы меня действительно Заинтересовала Не знаю, будет ли что-то В дальнейшем появляться На канале по этой игре Но вот Надо сначала разобраться Просто понять Как это все работает Как это все настраивается Для начала это И сначала это будет, наверное Очень-очень тяжело Ну а потом в дальнейшем В принципе, я думаю Уже ты будешь знать Куда нажимать Что тыкать Где что находится И уже Действительно будет у нас Такая большая Огромная Транспортная империя Ну что ж, ребят На этом все Спасибо вам всем огромное За внимание Надеюсь, эта игрушка Вам понравилась Мне так прям очень Хотя на самом деле Честно признаться Перед записью видео У меня были, ну, такие, знаете Скептические нотки В голове Я думал, что это прям Будет совсем-совсем Скучно Неинтересно И просто игрушка Будет вообще ни о чем И она быстро Надоест Но нет Она действительно Учит экономике Можно сказать Да И вот прям Ты понимаешь Что как работает Что для этого нужно Для того, чтобы это работало В общем, действительно Крутая игра Ссылку на нее, друзья Вы найдете в описании Спасибо вам всем огромное За просмотр Пишите в комментариях Как вам игрушка Ну и, кстати Может быть, так Вкратце напишите Чем она отличается от первой Все, ребят На этом все Спасибо вам всем огромное За внимание Не забываем ставить лайк Подписываться на канал Ну а с вами был Алексей Желаем всем хорошего настроения Всем огромной удачи И пока И еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok